Добрый день, уважаемые дамы и господа! Доктор независимого новостного агентства «Ньюс Эдер» Александр Кушнаев. Ну, кроме того, он яркий публицист, человек, о котором, вы помните, упоминал наш гость Константин Боровой, о котором он очень хорошо отзывается. Действительно яркий, умный публицист, у него довольно много подписчиков, которые внимательно следят за тем, что он публикует, и, очевидно, получают информацию о том, что происходит в мире. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Леон, мы с нами? Я с вами, но мне очень плохо слышно Александра, и я не знаю, хорошо ли его слышно. Я надеюсь, что все восстановится, поскольку мы пользуемся Скайпом, и требуется какое-то время для того, чтобы гибрид, так сказать, устаканился. Александр, первый вопрос у меня к вам. Нью-седр, могли бы вы расшифровать? Ну, нью-седр, это как бы новое, нью-новое, а седр, это из хибро? Дело в том, что в английском языке, как известно, есть такое слово, как crusader, это крестоносец, и название произошло именно от этого. Мы несем свет новостей, знаний, если хотите. Вот, оказывается, что... Ну, если перевести на русский язык, это значит, вы источник света и знаний. Ну, примерно так. Хорошо. Так вот, мы читаем ваши публикации, и у нас иногда возникают вопросы. И вот тут я хотел бы обратиться к Леону, с тем, чтобы он сформулировал эти самые вопросы, и вы попробуйте, Александр, на них ответить, и мы, так сказать, может быть, придем к общему знаменателю. Спасибо большое, Александр. Я не знаю, вас в эфире называть Александр или как-то по-другому, как вы привыкли? Да, конечно, можно Александр. Александр, да? Прекрасно. Ну, день добрый, спасибо огромное, что нашли время, мы тут на одном континенте, вы совсем на другом, у вас уже вечер, поэтому, так сказать, спасибо, отрываем вас от ваших дел, но, так сказать, тем не менее, я думаю, что нашей публике будет интересен наш разговор. Значит, я собираюсь тут поразмышлять вслух несколько минут, так что, может, буду это делать чуть коряво и чуть долго, значит, что у меня мысли есть, а вот мне нужно как-то их обратить так, чтобы поточнее выразиться. Значит, ну, во-первых, мне очень нравится обозначенная задача вашего информагентства – развенчание мифов кремлевской пропаганды. Что делает пропаганда и почему, собственно, мы ее не любим? Значит, она смешивает правду с обманом, чтобы скрыть его, естественно, обман, и так часто повторяет обман, что он притирается, воспринимается уже как факт, как как бы данность, типа, ну, это же все знают, да? Значит, вроде и доказывать ничего не надо. Пропаганда выдумывает там факты и, там, либо в какой-то газетке печатает, либо свой ведущий что-то забрасывает там радиотелевидение, озвучивает, а затем остальные средства массовой информации, так сказать, либо по велению сердца, либо по приказу сверху начинают усиленно цитировать этот источник. И получается то, что вы называете мифами Кремля, против которых вы вот боретесь. Мне кажется, что один из важных видов борьбы с пропагандой, значит, развенчания вот этих самых мифов – это как бы придерживаться фактов, а не, скажем, сочинять свои собственные мифы. Значит, вот что нас, живущих давно в США, я уехал в 73-м году, прожил там 10-11 лет в Израиле, потом переехал в США, в общем, уже очень давно из тех краев. Вот что нас беспокоит в политологах и политиках, оппозиционерах, работающих в русскоязычном пространстве, это то, что, ну, очень похоже, что они пользуются теми же самыми методами, что и путинский режим. То есть, что называется, тоже врут, но в другую сторону. Значит, а часто, когда мы читаем, так сказать, статьи в русскоязычном, так сказать, там, интернете, да, они бездоказательно, огульно обвиняют тех, кого они не любят. И часто просто, так сказать, ну, я бы сказал, врут, да, или повторяют ложь других, не проверяя. И, кроме того, они меняют сейчас свои мнения на прямо противоположные, как только у них меняются эмоции. Я, извиняюсь, я долго, но я сейчас закончу через секунду с вопросом. То есть, есть ощущение, что у российских политологов, там, политика, политологов, нет никакой, то, что называется в Америке, моральная база для мнения. Нет никакой системы взглядов, по которой можно, скажем, измерить, что хорошо и что плохо. Например, там, не укради, всем понятно, украл плохо, не украл хорошо. А у них, как бы, только вот базы нелюбовь, скажем, ну, к Путину, например, там, да. И еще полное отрицание оглубления, оскорбления другой стороны. И мы видим это как в среде путинистов, так и в среде последователей Навального, и даже в среде тех, с кем мы бы хотели идентифицироваться, то есть противников Путина, стоящих как бы на демократической платформе. Вот хотелось бы услышать ваше мнение, правда ли то, что в русскоязычном политическом пространстве факты, как бы, имеют подчиненную роль. А важна эмоция, которой заражаешь читателей или зрителей, чтобы, что называется, повести народ за собой против Путина, там, ну, и получить, как можно, так сказать, больше последователей, соответственно, больше денег и славы. То есть, так сказать, как бы, комментаторам не важно правда и факты, а важна меркантильный интерес самого комментатора, значит, бабки и слава. Вот так ли это? Потому что, если это так, то это очень печально, ну, с нашей точки зрения. Деньги зарабатывать, не поймите меня, неправильно, это очень хорошо. Но надо что-то, что называется, и совесть иметь. Вот хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу. Я согласен, что действительно очень часто в русскоязычной антипутинской, скажем так, среде наблюдается, как минимум, оскорбление в адрес оппонентов. И я это никогда не приветствовал, потому что это унижает, прежде всего, говорящего. Но, тем не менее, я от аналитиков и от лиц вообще, которые позиционируют себя как публичные, ну, в общем-то, не слышал таких вот прямых именно оскорблений. И тут скорее у них проблема, наверное, в том, что они недостаточно многосторонне обсуждают ту или иную проблему. Первая ошибка, которую они совершают, это излишняя концентрация на тех или иных персоналах, прежде всего, на фигуре того же самого Владимира Путина. Потому что для серьезной аналитики всегда требуется именно научный анализ, а научный анализ не предполагает зацикливание на персоне. А это именно то, что зачастую делают лица, которые, ну, будем так говорить, оппозиционно мыслящие в отношении Кремля. И вот эта ошибка выходит боком, на самом деле, для понимания ситуации и, следовательно, для поиска решения проблемы. Потому что, вот опять же, если мы продолжим пример с персональной вот этой вот ненавистью, то ведь, когда мы начинаем постоянно искать все проблемы, которые, например, сейчас имеются в России в одном единственном человеке, и когда мы связываем именно с этим человеком возможность развития, да, или, наоборот, неразвития, да, то получается, что с его устранением, по идее, уходят все проблемы. Но ведь это не так. Напротив, да, как раз-таки самое главное — это система и, соответственно, системный анализ. Потому что именно система порождает вот то, что мы называем вождизмом, да. И, в частности, появление вот таких вот персон, как Владимир Путин. И, соответственно, если мы не проанализируем те причины системные, которые привели его к власти, его и его клан, и выстроенную ему систему управления, то, соответственно, мы получим просто еще одного Владимира Путина. Вот так я вижу, наверное, проблему, которая есть у оппозиционеров. Ну, в целом, вот, по крайней мере, из тех вот известных не кремлевских изданий, которые у нас сейчас имеются на высоких позициях, ну, вот, допустим, тот же и Каспаровру, и Гранейру, да, там, скажем, и Сотник ТВ, я не вижу, скажем так, чтобы они не дружили с фактами. Но, конечно, заметно отсутствие, скажем так, недостаток ресурсов у этих изданий в сравнении с топовыми рейтинговыми изданиями прокремлевскими. И в связи с этим, опять же, у них нет возможности исследовать все пространство фактов. Зачастую и им, и нам, вот, агентству Ньюсейдер, постоянно приходится, так или иначе, опираться, конечно же, на те сведения, которые нам поставляют ведущие информагентства. Тут же Интерфакс, тут же ТАСС, даже иногда РИИ-новости, и Раштуды, и так далее. Потому что там миллиардные бюджеты, у нас эти бюджеты в десятки тысяч раз меньше. И вот тут, конечно, уже возникает другая проблема, да, а, собственно, каким образом искать эти факты, как добывать новости. И получается, что мы в значительной степени зависим от этих вот ведущих агентств, и с этим надо что-то делать. Вот, то есть мы стоим перед выбором порой, а публиковать ли новость или вообще не публиковать ее, да, потому что проверить зачастую, насколько правдивая информация, которую поставляет Интерфакс, очень сложно, да, приходится изучать новостные ленты, более вменяемых, скажем, ну, скажем так, тем, кому мы доверяем больше, скажем, в BBC, там, на «Радио Свобода», там, на «Дольче Уэлли». Вот, и то даже они зачастую, опять же, обращаются к прокривеновским агентствам, да. То есть вот мы находимся в этой ловушке. Что с ней делать, на данный момент не знает никто. Единственный вариант, наверное, это ориентироваться все-таки на зарубежные издания, зарубежные информагентства, такие как «Рейтерс», например, там, «Ассочитэт Пресс» и так далее. Но там проблема другая. Они-то пишут со своей колокольней, и, конечно, у них покрытия русскоязычного пространства значительно меньше, так как они ориентированы в первую очередь на зарубежную, скажем, американскую, там, британскую среду и так далее. Вот так я вижу эту ситуацию. Сережа, ну, вы ответите, или вы продолжите, или я? Я буквально реплику, а потом вы продолжите. Я думаю, что как раз в части политической сцены в России у нас вопросов, во всяком случае, не столько возникает, сколько относительно ваших публикаций, касающихся политической жизни в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, вот тут, пожалуй, у нас возникает больше вопросов, нежели... Поскольку, ну, во-первых, мы здесь живем, как бы нам виднее. А что касается российских проблем, наверное, вам виднее, поэтому я склонен доверять тому, что вы пишете о российских проблемах. А вот что касается американской жизни, вот тут у нас возникают вопросы. Леон, пожалуйста. Да, я бы даже сказал так, вот, во-первых, Александр, спасибо большое за откровенное, так сказать, в общем, объяснение проблемы. Спасибо, что вы не стали, там, говорить других каких-то слов, а сказали, что действительно существует вот такая вот сложность с получением информации, сложность с пониманием информации, потому что она подается каким-то определенным образом в разных местах. Значит, ну вот, с Сережей я не согласен, потому что вот Каспаров, например, живет здесь, и куча людей, с которыми он сотрудничает и пишет у него там на Каспаров.ру, они тоже как бы местные. Но интересная вещь, вот когда человек, обозреватель, там, не знаю, политик, там, оппозиционер, кто угодно, заражен какой-то определенной идеей, если это ненависть к Путину, или если это какая-то просто идея, которую он получил, скажем так сказать, нелюбовь к Трампу, да, то она начинает трансформировать все, что он делает, пишет, в нечто, что больше не является фактом, потому что вот он получил эту идею, и теперь принимает только те факты, которые эту идею, значит, ну, как бы, так сказать, поддерживают, да. Вот я, так сказать, нечестно говорить, что называется, за глаза о, там, гранях, там, Каспарове и прочее, прочее, то я все-таки обращусь к Ньюседру, потому что вот я в течение последних двух дней просматривал целый ряд, Александр, ваших публикаций, вот вытащил, скажем, одну, у меня, так сказать, перед глазами несколько их, вытащил одну, которая сделана была 18 мая 2017 года, которая называется, значит, Кремль разрабатывал Трампа на протяжении многих лет. Я бы хотел, как бы, объяснить вам на примере вот эту статью, я там, так сказать, подчеркнул себе несколько предложений, что нам не нравится или к чему мы относимся там с подозрением, не потому что у вас, у вас, так сказать, вообще русскоязычных, так сказать, пишущих, есть проблема с получением информации, потому что вы говорите о вещах, абсолютно утверждая, что вот они стопроцентная правда, без всякого сомнения, а в то же самое время вы пять минут назад сказали, что вы не уверены, что, так сказать, вы получаете адекватную информацию, то есть вы знаете это, а люди, которые читают ваше, так сказать, то, что вы пишете, получают абсолютно 100% неопровержимое мнение. Вот давайте я, чтобы не быть голословным, я, значит, что-то, так сказать, процитирую, да. Вот из названия, как бы, что, значит, разрабатывал Кремль Трампа, уже понятно, что, так сказать, есть в руках у человека, который пишет эту статью непровержимые доказательства того, что Трамп это агент Кремля, и давно у них то ли на крючке, то ли на зарплате. И статья, собственно, так и начинается. Кремлевские структуры на протяжении многих лет финансировали Трампа через коммерческие сделки сторонами, которые выступали, фирмы совершенно далекие, на первый взгляд, от официальных властей России. Вот теперь, как бы, становится ясно, что вы обладаете неопровержимыми доказательствами, не типа, ну, это и так ясно, где там все так говорят, а фактами. Что не только Кремль долгие годы зачем-то финансировал Трампа за пять лет до того, как он вступил в гонку, так сказать, республиканцы-демократы, да. Но, значит, у вас есть доказательства, что эти финансисты очень близки, то есть, ну, по-русски действуют в связке, да, с кремлевскими структурами. Недавно, вы пишете, это, что это, что Трамп пофинансировал Кремль, очевидно, вынуждены были признать и сами адвокаты нашего американского дьявола. Ну, давайте представим себе, что дьявол, вы пошутили, там, Сатана, Вильзевул, там, Азазелла, да. А вот что же это такое, что адвокаты вынуждены были признать, потому что я после того, как я это прочел, у меня сердце опустилось там в район желудка. Значит, ну, после этого вы сообщили, что некие русские купили в комплексе Трампа квартир и домов на сумму в 100 миллионов долларов. И тут же добавили, что в Нью-Йорк Таймс, значит, это главная антитрампская газета, кстати, они врут на каждом шагу просто. Значит, не на 100 миллионов, они говорят, а на 12 миллиардов миллионов. Ну, эта сумма не такая огромная. Значит, один дом во Флориде, который он продал, у него купили за 75 миллиардов, миллионов долларов, это рядом с Голфкорсом. И квартир в Трампауэр, там, 5 или 6, вот вам и все 300 миллионов. Значит, я не пытаюсь доказать, что Трамп не российский шпион. Я честно не знаю, вот честно не знаю, он может российский шпион. Мне кажется, что нет, подействуем его. Ну, все может быть. Я просто пытаюсь объяснить свою позицию, что все слова, значит, лишены смысла, которые были написаны, потому что они имеют только эмоцию, которая как бы выдается как за факт. Еще один удар, значит, бывший британский разведчик, не зря. Так, у нас что-то произошло со связью, очевидно, да? Да, мне кажется, с вашей стороны получается. Сейчас попробуем что-то исправить. Почему-то мы теперь вывернулись в эфир, а Леона мы как-то потеряли. Потеряли сейчас. Может быть, он сейчас перезвонит тогда, и мы сделаем вот эту конференцию. Значит, Александр, я надеюсь, вы вообще до какого момента дослушали то, что Леон говорил? Я практически полностью дослушал, вот буквально, наверное, полминуты назад он прервался, и в принципе, я его вопрос, и можно сказать так, претензию полностью понял. То есть он хочет сказать, почему я в своей статье перечислил те сообщения как факты, и почему я на основе вот этих предполагаемых каких-то сведений, недоказанных, сделал тот или иной вывод. Совершенно верно. В принципе, я готов сейчас уже, наверное, ответить, если мы в эфире. Мы по-прежнему в эфире, просто в какой-то момент у Леона что-то оборвалось в интернете, а вы, очевидно, отключились в этот момент, решив, что все пропало. Да, я перезвонил, и вот сейчас я готов. Да, а я попробую добавить к нам Леона в разговор, ну а вы пока можете отвечать на вопрос. То есть вы уловили суть вопроса. Да, видите как, когда я говорил, что Кремль разрабатывал, во-первых, я хочу сказать, что это не означает, что Трамп, что его разрабатывали, и что он хотел заключить действительно эту сделку с Кремлем. Как раз-таки наоборот. Вот к нам уже подключился Леон, и Александр пытается ответить на ваш вопрос, давайте. Да, Леон, если Леон пропустил первые 30 секунд моего ответа, я могу повторить. Да, пожалуйста. Я, честно говоря, не знаю, где меня прервали, потому что довольно давно. Ну, буквально. Леон, ну я ваш вопрос понял, и я как раз на него отвечаю. Так вот, я повторю для вас. Во-первых, когда я говорю, что Кремль разрабатывал, то я не имел в виду, что, во-первых, Трамп понимал, что его разрабатывали. Как и, в принципе, любой добросовестный человек, да, он не мог и не должен был знать этого. А во-вторых, дело в том, что сам факт того, что Кремль пытался это сделать, да, это не означает, что у него это получилось. Здесь просто мы говорим о том, что были совершены вот такие попытки. Кремль мыслит стратегически, ну, по крайней мере, вот в плане вербовки тех или иных фигур, да, И эти фигуры могут не догадываться о том, что в будущем против них могут быть использованы, казалось бы, совершенно безобидные инструменты. То есть, вот, скажем, да, русские бизнесмены, например, начали заключать какие-то сделки, там, скажем, продавать, там, какую-то недвижимость, там, недвижимость, да, у него. Обычный, нормальный житель Соединенных Штатов воспримет это как просто коммерческую сделку. Точно так же, кстати говоря, как и ситуации с энергоносителями в Европе. То же самое, ведь Европа всегда воспринимала российский газ как просто товар, а тут вдруг Кремль объявляет о том, что, оказывается, это газовая дубинка. Вот здесь то же самое. Поэтому я в той статье совершенно не обвинял Трампа, да, а, во-вторых, все-таки я опирался на те сведения, которые мне предоставили зарубежные издания, да, в том числе, кстати говоря, об этом писала BBC, ну, правда, русскоязычная редакция. И у меня есть основания доверять им. Значит, и там, в частности, было сказано, что, да, вот адвокат признал, что была такая сделка. Но я подчеркиваю, я ни в коем случае не хотел сказать, что Трамп осознавал, что его вербуют. И в будущем, когда-то, через там много лет, будут использовать это против него. Вообще, нужно сказать, что Кремль таким образом действует очень давно, и он действует, так сказать, превентивными методами. То есть, заранее, может быть, даже и не знает точно, вот как разыграется та или иная карта. Но на всякий случай он, так сказать, пытается всех в той или иной степени замарать сделками, да, он пытается какие-то крючки навесить. Вот это же, в принципе, тактика КГБшная, да, посадить человека на крючок. И когда сажают его на крючок, он еще не знает, потому что крючок. То есть, опять же, это могут быть абсолютно безобидные какие-то действия, ну, на первый взгляд, да, которые вот у нормального человека просто не вызовут подозрения. Вот это все, это все, что хотел сказать. Окей, я понял, ну, тогда дайте мне среагировать, Сережа, а потом вы продолжите, ладно? Хорошо. Значит, мне даже из вашей речи непонятно, откуда же вы знаете, что Трампа разрабатывали. Вы сказали, что об этом написал кто-то в русской BBC, значит, в русскоязычной редакции BBC, и нигде в западных средствах информации не было написано это с утверждением. Это всегда пыталось так, мы подозреваем, или там есть слухи и тому подобное. Значит, единственное, где я встречаю это с абсолютным утверждением, Трампа разрабатывали, он на крючке. Это русскоязычная пресса, не только ваша. Вы, кстати, называете из самых мягких в этом смысле. Есть люди, которые совершенно поразительные вещи прут, вот просто так, где-то услышали, не поняли, что сказали по-английски или по-немецки, и потом переводят это в утвердительной форме. Так вот, значит, может получилось у них, может не получилось. Значит, может его купили, может его не купили. От того, что у него купили на 300 миллионов долларов квартир, да хоть на 600 миллионов долларов квартир, Трампа не сделает русским шпионом. И даже это не будет являться ни в коем случае, ну никак, способом шантажа. Потому что, еще раз, господа, у него сделки миллиардные постоянно происходили. Значит, любой политик в мире тогда нельзя его избирать ни на какую должность, потому что он, может быть, был скомпрометирован Москвой, потому что он однажды был в Москве, и, может быть, ему подложили проституток, может быть, его сняли, там, может быть, то, может быть, все. Значит, ну нельзя же говорить в утвердительном виде, совершенно безоговорочно и бескомпромиссно, что этот человек даже признался его юрист. Он не признался. Он сказал, ребята, да, купили, да. Кто? Русские. Может быть, русские. Давайте проверим. Да, русские купили на 100 миллиардов. Один дом? А, еще есть. Да, есть еще квартиры покупали у него. Да нет, не думали они. Думали, не думали. Естественно, он поехал в Москву. Естественно, он занимался промоут, промоушен своего этого, тауэра. Естественно, он пытался организовать, взять оттуда инвесторов. Да это же понятно. Он в Японию летал, в Китай летал, в Россию летал и тому подобное. Были хорошие времена, были плохие. Насчет того, что он банкротил свои казино? Не знаю, все подноготно, но я знаю, что из 400 бизнесов у него 6 обанкротилось. Из 400 6. Значит, я не хочу даже свой процент называть, сколько у меня было, назначить на другом уровне чего, но сколько у меня было, какой процент. Он был у меня выше, чем у него. Поэтому у нас проблема именно с этим. В том, что создается ощущение, когда читаешь, а русские люди ведь даже не имеют той возможности, что вы, пошарить в интернете там, посмотреть на это агентство, BBC там. У них нет времени, они включают вас, они вам когда-то поверили, потому что они прочитали ваши статьи там о Путине или о чем-то еще. И они врубаются, и они начинают ненавидеть, презирать этого идиота Трампа, который, ну не идиот он, ребята, человек, который из одного миллиона долларов, который дал папа, сделал 12 миллиардов. Не идиот, хоть тресни. Человек, который вышиб 16 профессиональных политиков-республиканцев с этого самого, не идиот и выиграл номинацию. Человек, который обыграл Клинтоншу под водой, пока никто этого не знал, никто сам все придумал, сам все провел. У нее было на 2,5 миллиона голосов больше, чем у него все это писали. А он сделал точные ходы, поехал туда, куда нужно, говорил с теми людьми, давал им те идеи, которые им, так сказать, его идеи, которые им нравились. И он выиграл еще с каким отрывом? Не на одного выборщика, а смотрите, с каким замечанием. Он не идиот. И сейчас мы будем говорить о Корее, и я тоже, так сказать, и об этом же самом будем говорить. Но не идиот он. Понимаете? Вот, все, что я хочу, чтобы вот после нашей беседы сегодняшней, Александр чуть-чуть по-другому взглянул на то, как он освещает Америку, Трампа и тому подобное, и подумал о том, что, стоп, этого я, это я не совсем уверен. Давай я напишу, вот там, писал о BBC то-то и то-то, проверить я не смог. И все, и поехало. И все будет нормально. Потому что иначе у нас ощущение, что там какая-то огульная, какая-то вакханалия, значит, вот, Трамп идиот, Америка кретины. Сейчас мы идем. Мы идем в тартарары, господа. Но совершенно не в те тартары, про которые вы думаете. Все, Сережа, вперед вам, вам скиптор. Ну, во-первых, я могу объяснить, почему это выглядит в русскоязычных средствах массовой информации. Таким образом, я имею в виду оппозиционные средства массовой информации. Потому что их источником являются американские средства массовой информации, которые в одной постелью с демократической партией, которые единственной своей задачей видят свалить Трампа. Поэтому, когда Александр, так сказать, черпает свою информацию из, скажем, CNN, BBC, английской и так далее, понятно, почему у него складывается такое впечатление. MSNBC, New York Times и Washington Post. Абсолютно. Причем New York Times и Washington Post неоднократно были увлечены в прямой лжи даже Коми, когда давал показания в Сенатском комитете под присягой опроверг материал, который был написан, ссылаясь якобы на него в New York Times. То есть таких примеров масса. Но, к сожалению, это служит источником информации для российской оппозиции. Поэтому и выглядит все для нас это несколько странно. Теперь, что касается продажи квартир, домов. Действительно, человек, который занимается риал-стейтом, продает дома. На Манхэттене там русских, по-моему, уже становится чуть ли не столько же, сколько всех остальных. Арабов. Да, сколько арабов, которые покупают недвижимость. В Лондоне, наверное, тоже русские скупили достаточно много недвижимости. То есть это как бы процесс, который не имеет к Трампу, как к президенту, никакого отношения. Другое дело, скажем, почему у Александра не вызывают вопросы то обстоятельство, что, будучи госсекретарем, Хиллари Клинтон позволила Путину приобрести 20% американского урана, и все компании, которые были задействованы в этом, в этой сделке, потом перечислили, перекачали в фонд Клинтона в более почти 150 миллионов долларов, вот тут, так сказать, возникает вопрос. Но почему у Александра этого вопроса не возникло, я не понимаю. Могу ответить. Безусловно, у меня возникали эти вопросы. У меня также возникали огромные вопросы, почему администрация Обамы после грузинской войны, агрессия России против Грузии не постаралась ввести санкции, а наоборот начала перезагрузку. Поэтому то, что, скажем, у меня иногда возникают сомнения по поводу администрации Трампа, не означает, что у меня нет таких же или даже еще больших сомнений по поводу поведения администрации Обамы, ну и, соответственно, Хиллари, на международной арене. И еще раз подчеркну, что когда я говорю, что Кремль разрабатывал, я не обвиняю Трампа, я обвиняю Кремль. Это я описываю попытки Кремля. И как раз еще раз подчеркиваю, что совершенно верно, Трамп, бизнесмен, он воспринимал это как просто коммерческие сделки, а то, что Кремль пытался таким образом сделать крючки, которые он потом мог бы использовать, это уже проблема Кремля. И, в принципе, у Кремля, на самом деле, в итоге ничего не получилось, как мы видим из последних событий. Но, к сожалению, вот те статьи, которые упомянул Леон, они звучат несколько иначе, понимаете? Они звучат как бы, что да, действительно, Кремлю удалось посадить на крючок Трампа, и Трамп, собственно, победил благодаря Кремлю. То есть об этом множество статей в русскоговорящей прессе оппозиционной выходит, о том, что Трамп, то есть все сводится к тому, что Путин посадил в Белый дом Трампа. Вот как это звучит, ну, грубо говоря. Нет, Путин, конечно же, не садил его. Объективная действительность совсем другая. Просто единственные, вот такие серьезные вопросы к Трампу, мне кажется, возникают у русскоязычных оппонентов Путина. Почему? Потому что Трамп ни разу прямо не говорил об агрессии России, об вмешательстве в выборах и так далее. Я все понял. Александр, совершенно верно. Совершенно другая трактика, совершенно другая стратегия. Когда Барак Обама, так сказать, с высокой трибуны осуждает действия президента Путина, а потом втихаря Медведеву говорит, подожди, я сейчас вот пройдут выборы, я буду более гибким, это одно дело. А когда Трамп с высокой трибуны там поет дифирамбы в адрес Путина, а на самом деле вся его политика направлена против Путина, вот чтобы он не сделал на самом деле, все это направлено вот в отношении России, да даже не в отношении России, энергетическая политика бьет очень больно по Путину. В Сирии там расклады такие, то есть нет никаких шагов, предпринятых Трампом, реальных, которые бы могли говорить о том или намекать даже на то, что он действует в интересах Путина. Но добавьте к этому НАТО, НАТО еще добавьте. Совершенно верно. Но с трибуны он говорит приятные вещи Путину. Это кроется, по-моему, в его характерных чертах, в его характере. Это никак не свидетельствует о том, что он работает на Путина. Знаете что, господа, давайте мы сделаем буквально на три минутки перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Не возражаете? Я только за. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Возвращаемся в программу Леона Майнштейна. Напомню, сегодня с нами Александр Кушнаев, главный редактор независимого портала, независимого агентства, Ньюс Эдер, публицист, блогер. И мы говорили о том, как относится, скажем так, русскоязычная пресса, оппозиционная, к Владимиру Путину, к президенту Трампа. Но, подводя черту, могу, если я правильно понял, сказать, что, Александр, вы не считаете, что Путин посадил Трампа в Белый дом, и на самом деле Трамп не является агентом КГБ? Нет. Действительно, Кремль не садил Трампа в Белый дом. Это сделал американский народ. И агентом КГБ Трамп точно не является. Вопрос в стиле. Вот к стилю Трампа у меня вопросы есть. К стилю Трампа у нас у всех есть вопросы, но я вам должен сказать, что именно поэтому, именно благодаря его стилю Трамп, безусловно, Трамп отличается от всех политиков, он уже говорил, на сцене стояло во время праймарис 17, на главной сцене стояло только 17 кандидатов от республиканской партии. Но, очевидно, американцам надоел гладкий, красивый стиль политиков и бизнес-из-южилы. Может быть, американцы захотели, решили, что надо что-то менять, потому что, как бы, наряду с демократической партией, республиканской партией, существует еще некая такая партия эстеблишмента, партия вашингтонская. И Трамп обещал встряхнуть Вашингтон. Может быть, это как раз и послужило главной причиной тому, что он избран в президенты. Вы знаете, я хочу влезть тоже с Вашей. Пожалуйста, Игорь. Значит, Трамп мне очень не понравился, так сказать, первый месяц или там полтора или два, когда он вылез на большую международную сцену. Мне очень не понравилось, так сказать, заявление о том, что, скажем, Маккенни является героем, потому что он был захвачен в плен, что там, так сказать, отец Круза каким-то образом замешан в убийстве Кеннеди, что Фиорина, так сказать, у нее рожа кривая, поэтому она не может быть президентом. Но в тот момент, когда я остался вот Круз и Трамп вдвоем на сцене, я подумал, а кто же это действительно человек, который мне так не нравится. Залез в его программу, проштудировал ее и понял, что это то, о чем я мечтал. То есть человек предлагает делать то, именно то, что я хотел. Он причем предлагает кучу вещей, которые мне не нравятся, но это другое дело, так сказать, на триллион делать, так сказать, работы, улучшать Америку в то время, как это надо делать не государственными средствами, а частными, но неважно. Так сказать, я понимаю, что это некая уступка электорату и некая уступка демократам с тем, чтобы они пошли на какие-то другие вещи. Вот. Но интересно, что, вот, так сказать, я извиняюсь, я снова качнусь обратно, значит, Александр действительно в последнее время, так сказать, начал высказываться, и вот в июле этого года он написал статью, что оказывается, Путин для Трампа нечто вроде верного пса. То есть, как бы мнение, то ли вот среди политологов, то ли где-то еще поменялись, диаметрально противоположно, и вместо того, чтобы Трамп был, так сказать, ручной, там, цепной, не знаю, какой угодно пес, за который, там, марионетка, Кремль дергает за него, и он, так сказать, что-то там делает в угоду Кремля, то сейчас как бы прямо противоположно выясняется. И, значит, правда, единственное, что, так сказать, мне опять не понравилось, это, значит, что главное, Александр написал, что главная критика в адрес Трампа всегда касается его риторики, отдающей душком меркантильных сделок. Во-первых, выбор слов душком и меркантильных уже как бы интересен, интересная попытка автора облить, что называется, нашего президента, значит, того, о ком он рассказывает. Значит, во-вторых, меркантильность – это неплохое слово, значит, как казалось бы, да, как там слово там «жопа», я не знаю там, да, а просто означает «выгодно», на чем и построено все западное общество, и которое, так сказать, выгода и есть, двигатель прогресса, и нигде еще людям не жилось так хорошо, как в обществе, где всем выгодно делать то, что они делают – производить те ценности, которые они желают, и пользоваться плодами своего труда. А в странах, где меркантильность отсутствует, как Кубас, СССР, Вьетнам, там, ГДР, Северная Корея, в этих странах жить плохо и убого. Ну, если можно, я тогда откодирую. Вообще, у меня на протяжении всего наблюдения за Трампом, конечно, к нему совершенно разные эмоции и рациональные отношения, то есть у него было много поступков, которые можно было бы с радостью поддержать, и очень много поступков, которые абсолютно никак одобрить нельзя. и существует как будто бы два-три, даже там, порой пять разных Трампов. Значит, вот что интересует меня, как вообще любого человека, который не является американским гражданином, это, конечно, чтобы Соединенные Штаты выполняли ту функцию, которая как-то вот за ними закрепилась, это функция международного полицейского. Не-не-не, спасибо большое, больше не хотим. Да, не хотите. Ну, вот, тем не менее, выполняют, куда деться, то есть сами готовы, в принципе, браться за это. И в этом плане, я считаю, Трамп несколько раз себя очень хорошо проявил, во всяком случае, по сравнению с администрацией Обама. Первое, конечно, удар по сирийскому режиму, и это не только 59 томогаков, да, в ответ на бесчеловечную химическую атаку, это еще и защита союзников, да, когда бомбили неоднократно сухопутные силы про-осадовские. Вот, потом, значит, мы видим все-таки хорошее решение по Северной Корее, то есть это конкретная готовность воевать против режима Ким Чен Ына. И, между прочим, именно поэтому войны не будет. Это большая заслуга Трампа. Потом, вот мы сейчас видим, что совершенно четко звучат слова про летальное оружие для Украины, уже про джеблинсы говорили. Вот при Обаме этого не было и не могло быть, хотя болтали три года. Сейчас выясняется, что джеблин будет поставлен совершенно точно, во всяком случае, при малейших же признаках наступления. Но вообще я слышал, что летальное оружие какое-то там в любом случае передадут, потому что Мэтис должен приехать в Украину, там заключить вот эти сделки и так далее. Потом, вот мы видим сделку с Польшей по предоставлению наконец-то этого долгожданного ПРО, которое, опять же, при Обаме почему-то не было предоставлено. Ну, во всяком случае, там никаких сделок не было заключено. Это опять же все к администрации Трампа. Ну и так далее. Его вот эта вот речь в Польше, где он объявил о готовности помогать сланцевым, точнее говоря, сжиженным газом. И вот эти все поступки, они, конечно, вызывают уважить. Проблема возникает, когда Трамп начинает говорить, возможно, преследуя какие-то совершенно другие цели. То есть риторик. Вот это вызывает всегда настороженность. И, наверное, именно это каким-то образом вводит заблуждение, может быть, аналитиков. Волнуются люди, потому что они же привыкли, что если президент говорит что-то, то это именно то, что он имеет в виду. А когда он говорит... Александр, извините, я вас перебью. ...противоположно, а другие совершенно какие-то... Это стиль, который абсолютно непривычен для наблюдателей. Понятно. Александр, я извиняюсь, я на секунду еще влезу, а потом отдам Сереже самое. А давайте разделим говорить и делать. Трамп, с моей точки зрения, вот есть куча, целый ряд действий или слов, скажем, да. Которых он высказал, которые я просто от радости переворачивался, а и читал, как все ненависти смотрел, захлебывается в ненависти, ужасе, а с ними, значит, и BBC, и все остальные. Значит, Трамп очень много говорит, потому что хочет создать определенное впечатление. Вы помните Хрущева, который постучал, так сказать, туфлем, якобы снятым, так сказать, правой ноги по, значит, в ООН по трибуне, да. После этого, значит, все перепугались, он такой сумасшедший, с ним нельзя связываться. Был сделан точный расчет. Значит, Трамп очень много делает именно вот таких вот поступков, которые потом приводят к... Ты вдруг через месяц, через два, через три начинаешь понимать, почему и зачем он это сказал. Мы, кстати, по этому поводу поговорим в сегменте, когда мы будем разговаривать о Северной Корее. Так, понимаю, уже после 11 часов, да. Так что, с моей точки зрения, давайте пытаться делать все две вещи. Первое – это непроверенные факты, говорить, они непроверенные, там, ну, вот эти, например, сказали, да. А второе – это давайте попробуем относительно, скажем, Трампа смотреть и разделять, говорит и делает. То, что он делал пока, это вооружил, вернее, заставил натовские страны все давать большее количество денег, чем, так сказать, намного усилил НАТО. Он в Европе сказал, ребята, не волнуйтесь, будет вам газ, будет вам нефть. Он обеспечивает, по-моему, шестым флотом, значит, израильтяны-турок, которые тянут, начали сейчас, или начинают тянуть две ветки, и от израильского газовых, двух газовых месторождений, одну в Италию через Кипр, вторую в Германию через Турцию. Он разрешил, у нас обывальное строительство идет всего связанного с подготовкой добычи нефти, газа и тому подобное. Осланцы разрабатываются как сумасшедшие, деньги летят. В Штатах, которые этим занимаются, нет ни одного, там мечтают найти людей, даже полы мыть нет людей, потому что все уходят на работу, связанную с нефтью и газом. У нас происходит невероятный бум. Фьючерсы одновременно на нефть и газ падают, что приводит в ужас режим Путина. Значит, все, что Трамп делает на сегодняшний день, и, честно говоря, Путин у нас одна из проблем, и не самая большая проблема Америки. Все, что делает на сегодняшний день Трамп, мы видим, оно положительно. Все, что он говорит, а мы не знаем, почему он это говорит. Точка. Сережа, микрофон ваш. Ну, то, что я сказал, одно дело говорить, а другое дело делать. Президент Обама выступал, осуждал Путина, в то же время, когда Республиканский Конгресс попытался принять закон для того, чтобы передать оружие Украине, президент Обама это зарубил на корню. То есть, вы почувствуете разницу между тем, что говорит президент, и тем, что он делает? Вот как раз об этом я и говорил, что можно говорить умные, правильные, красивые вещи, которые ложатся на слух очень здорово, но при этом политику осуществлять диаметрально противоположную. Что касается Северной Кореи, я только отчасти коснусь, потому что мы более подробно поговорим о ситуации, сложившейся в Северной Корее. Ведь вы посмотрите, вот я прочитал на вашем веб-сайте, или на, не помню где, по поводу того, что один немецкий специалист по строительству ракет заявил о том, что в ракетах присутствуют элементы, произведенные в Российской Федерации, правильно я говорю? Совершенно верно. И это не только он говорит, это прежде всего год назад, точнее, даже еще раньше, сказала Южнокорейская разведка. Только потом быстренько это все замяли, чтобы не было международного скандала. Вот, так вот, посмотрите, Россия поставляет элементы для ракет, а президент Клинтон поставил в Северную Корею два ядерных реактора и пять миллиардов долларов денег дал Северной Корее. Что касается Ирана, Россия сотрудничает с Ираном, это ни для кого не секрет, надеюсь, вы это подтвердите, так? Безусловно, это самый главный союзник. Правильно, главный союзник. А еще главный союзник у Ирана был бывший президент Барак Обама, который открыл Ирану доступ к 150 миллиардам долларов, и миллиард долларов передал в виде кеши. И, так сказать, понимаете, получается такая странная коалиция. Россия, Северная Корея, Корея, кстати, Северная Корея сотрудничает с Ираном тоже напрямую. Вот и получается, посмотрите, Россия, Северная Корея, Иран и демократическая партия Соединенных Штатов Америки. Так что, а вот те источники информации, попробуйте соединить эти точки, это факты, это известные факты, это не мои домыслы, это не спекуляции, это то, что известно и вам, и мне, и Леону, и тем, кто нас слушает. Так вот, Россия сотрудничает с диктаторскими режимами, и демократическая партия США сотрудничает с диктаторскими режимами. А те средства массовой информации, из которых вы черпаете свою информацию, как бы ее обрабатываете и преподносите, то, что питает вас, это как раз средство массовой информации, как в свое время газета «Правда» и ЦК КПСС, CNN, MSNBC, BBC, это все, так сказать, одна коалиция. Поэтому и выглядят иногда ваши статьи вот таким образом. И вот наша задача сегодня попробовать, как бы, ну, показать вам другую сторону, чтобы вы как-то иначе взглянули на эту проблему. Понимаете? Именно из-за того, что вам верят, именно из-за того, что вы очень хороший журналист, умный человек, развитой, так сказать, я это не в качестве просто комплиментов, это из-за того, что я читаю. Вы образован, вы несете все это народу. И нам очень хочется, чтобы ту часть, которую вот нашу вы доносите, она была бы, она была бы, ну, по крайней мере, за знаком вопроса, если что-то не понимаем. И еще одну вещь, которую вот я хочу, я знаю, что ровно в 11 у нас будет перерыв, значит, но я хочу еще одну вещь быстро нанести. Вот президент Америки Трамп говорил много раз, что он будет помогать тем странам, в которых население не будет помогать тем странам, которым население ненавидит Америку. Значит, например, там, если мы взяли и плюнули кому-то в лицо, да, а потом попросили у него взаймы, вряд ли он даст. Так, значит, у нас так происходит, вот мы видим по русским средствам массовой информации, украинским, русским, что все время натравливают народ, украинский, русский и прочее, на Баракабал, на Трампа, какой он там дурак, какая он сволочь, как он вообще плохо все делает, как он сумасшедший, его скоро выкидут, импичмент его. И народ наливается злобой. Я разговариваю с людьми с Украиной, они вот начитавшись всего этого в состоянии абсолютной злобы и начинают тоже это высказывать. То есть это начинает быть мнением в стране. Так вот давайте эту ситуацию разворачивать, потому что не будет Трамп всерьез помогать Украине, если там будет поле ненависти к нему и к Америке. Вот давайте еще и на этом основываться, потому что это очень важный момент. Надо исправлять мнение украинцев и русских о Трампе и о Соединенных Штатах Америки. Потому что Америка это единственная страна, которая может быть поможет им разрулиться друг с другом, а потом разрулить их кошмарными и в той и другой стороне правителями. Полностью с вами согласен. Замечательно. Вот мы пришли к консенсусу. Я только хотел спросить, Александр, вы в состоянии еще с нами пробыть какое-то время? Да, я думаю, что северокорейскую проблему надо. Обсудим северокорейскую проблему и заодно, может быть, примем звонки от наших радиослушателей, которые на протяжении всего нашего разговора пытались до нас дозвониться, но мне не хотелось. У нас две минуты, по-моему, нет? Да, давайте. Могу только по поводу помощи со стороны США в адрес Украины. Вы правы, да, действительно. Ненависть – это абсолютно бессмысленная эмоция в данном случае. То есть нужно судить по делам. Поэтому какой смысл раздувать в Украине, например, пожар ненависти против Трампа? Я, допустим, не вижу. Тем более, что какой смысл засыпливаться на конкретной персоне? Будем смотреть, что делает Америка. Дает летальное оружие, помогает финансовой помощью, отправляет, в общем-то, ярого антипутиниста Волкер. Что ж, прекрасно. Усиливает НАТО, останавливает Россию с точки зрения поставки ядерного вооружения в Иран и в Северную Корею. И вообще делает очень много того, что и Украине, и России очень надо. Да, единственное, у меня все-таки вопрос, зачем Трамп поднял тему вмешательства Украины в выборы. Мне кажется, это ход, ну так сказать, отзеркаливающий, да, и уводящий в сторону. Давайте мы сделаем. И нас сейчас прервут буквально на несколько минут. Давайте мы подождем и вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, сегодня с нами Александр Кушналь, главный редактор независимого новостного портала Ньюс Эдер, очень интересный публицист, блогер. И у меня единственный вопрос к вам, господа. Мы сразу перейдем к теме Северной Кореи или мы все-таки примем несколько звонков от наших родителей? Давайте примем звонки, уже закончим Северной Кореи. Александр, вы не против? Конечно. Ну давайте тогда примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне очень нравятся ваши передачи. Я хочу вот что сказать. Вы помните, когда Иран заявил, что первая атомная бомба разбомбит Израиль? Что Израиль сделал с их реактором? Никаких больше разговоров не было. Вы имеете в виду иракский реактор, очевидно. Да, и какие разговоры надо вести сейчас, если ясно, что Северная Корея хочет бомбить и Америку, и кого она захочет, да, и помогает ей и Россия, и прочее. Так почему мы сейчас разговариваем? Почему не взять и сразу же сделать один хороший шаг? Больше ничего не надо делать. И мир опять успокоится. Спасибо за ваш звонок. Это был скорее такой риторический вопрос, но мы поговорим, обсудим положение в Северной Корее и что нужно с точки зрения Александра, скажем, или Леона, что нужно предпринять. Пока примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, да. Я, наверное, тоже насчет Кореи. Дело в том, что вот я, будучи президентом, после всех заявлений корейского этого дауненка, он же дал Трампу в руки инструмент, разбомбить, раскрошить все это, всю страну превратить в большую барбекюшницу в течение нескольких минут. При условии. Ему надо сказать. Ты предупредил о том, что ты будешь нападать. Я не буду смотреть. Это у тебя пробные, испытательные полеты ракет, тренировочные. Как только будет засечена ракета на взлете, твою страну коврово накроют целиком и полностью. Понятно. И держать это слово. И на этом бы все закончилось. Спасибо за ваш звонок. Кстати, сказать, наши демократы осуждают риторику Трампа. И вот сейчас выступил уже Лавров с заявлением и Меркель, которые призывают, так сказать, немножко сбавить тон. Александр, как вы считаете, риторика Трампа допустима, правильная, неправильная, с вашей точки зрения? Довольно жесткая риторика. До сих пор никто этого не наблюдал. Как бы все молчали. Северная Корея выступала с заявлениями различными, продолжала свою ядерную программу, продолжает испытания. До Трампа никто не позволял себе так резко высказаться в адрес Северной Кореи. Ну, насколько я понял, Трамп решил поговорить на языке именно северокорейского лидера. Вот Ким Чен Инна, условно, вот так понятнее будет, что с ним произойдет. Ну, посмотрим на действия. Думаю, что в данном случае важнее не ужесточение риторики, а реальная дислокация сил. Насколько я понял, действительно Пентагон полностью готов хоть завтра начать эту войну. И таким образом, видимо, Трамп пытается принудить к НДР перестать испытывать те же самые ракеты. Вот мы видим, что сейчас северокорейцы затихли. То есть, между прочим, это очень напоминает мне ситуацию с испытанием ядерным, которое они хотели сделать несколько месяцев назад. Но после того, как увидели войска, армаду пригнанную, и увидели решимость Трампа бомбить там агавками своих противников, напомню, что как раз тогда был совершен удар по сирийской авиабазе, вот с учетом этого ядерного испытания не было произведено, и мы будем надеяться, что и ракетных тестов больше не будет. Но, опять же, если более подробно вот эту тему освещать, то, понимаете, здесь встает вопрос о том, каковы будут жертвы и насколько они приемлемы будут для каждой сторон. Я могу сейчас ответить, могу чуть позже вот эту тему разбить. Потому что сразу всем понятно, что цена жизни у северокорейцев гораздо ниже, чем у американцев. Более того, американская сторона неоднократно уже объясняла, почему они хотят начинать боевые действия и уничтожать, в общем-то, этот северокорейский режим, да, потому что есть риск того, что погибнут, прежде всего, южнокорейские граждане, да, пусть это будет несколько десятков человек, но это неприемлемая цена для Соединенных Штатов. Потому что Сеул находится в зоне поражения северокорейской артиллерии, и, в принципе, да, вот эти камикадзе северокорейцы могут открыть в первые минуты войны огонь, да, вот. — Понятно, да. Хорошо, скажите, ответьте мне на такой вопрос. Вы, как человек, согласны с тем, что Северная Корея будет обладать баллистической ракетой, способной нести на себе ядерный заряд? Вы, как бы, приемлете это или нет? — Ну, теоретически это возможно, тем более, если Россия будет и дальше помогать. — Не-не-не, ваше отношение к этому, вы готовы это принять, вы хотите этого, вы готовы это допустить, вы согласны с тем, чтобы допустили наличие в арсенале Северной Кореи баллистических ракет с боеголовками? — Да нет, конечно, кто же хочет, чтобы у сумасшедшего режима... — Вот, видите как, а вот наши демократы уже неоднократно, я смотрю СНН, уже несколько экспертов, и вот сейчас опять кто-то из бывших членов администрации Обамы выступил с тем, что, дескать, это неизбежно, и с этим нужно согласиться, и я слушал одного эксперта на СНН, который говорит, ну а что, пускай, пусть у них будет, так сказать, пусть они станут полноправным членом ядерного клуба, сядет с нами за стол и будет действовать по правилам, то есть или это наивность такая у демократов наших, или это попытка оправдать бездеятельность, или наоборот даже не просто бездеятельность, а помощь корейцам в приобретении ядерного оружия со стороны наших демократов, понимаете, они уже согласны с тем, что пусть корейцы, Северная Корея имеет ядерное оружие, и они, то есть до сих пор они были сумасшедшими до последнего момента, а потом они вдруг станут нормальными членами полноправными ядерного клуба и будут действовать, так сказать, по правилам, выработанным цивилизацией. Еще раз говорю, или это наивность такая бесконечная, или это Леон? Да, вы знаете, тут настолько много разных аспектов, что вот если я перечислю 3-4, которые прямо ведут к прямо противоположным выводам, то, так сказать, я думаю, что я просто 10% скажу. Давайте начнем с того, что если сосед говорит, что как только он купит ружье, вот накопит, он сразу же убьет ваших детей, то что делать, да? То есть, полиция говорит, а он ничего не говорит, кроме того, что он говорит, он ничего не делает. А вы точно знаете, что он сумасшедший, с вашей точки зрения, и вот он уже сообщает, а я уже там половину накопил, а уже 3-4 накопил. Ну, что делать, да? Вот, это первое. Второе, значит, через 30 лет у всех будут атомные оружия, господа, хотим мы этого или не хотим, так не через 30, а 35. С третьей стороны, значит, просто так бомбить их нельзя. Если бы можно было взять и всю эту страну разбомбить за одну секунду и наплевать на то, что там, я не помню, там 30, 40, 50 миллионов человек живут, сейчас просто не помню, если все они умрут, то должны бы мы думать об этом. Но мы думаем сейчас о другом. Как только мы начнем бомбить часть Кореи, то врытые в горы и тому подобное маратерийские ракетные батареи начнут стрелять по городу Сеулу, в котором живет 25 миллионов человек. Вы себе представляете, по Манхэттену стреляют и достигают любой точки Манхэттена, один за другим дома рушатся. Вы понимаете, что в Японию сразу же полетят ракеты, которые до нее долетят, и долетят до атомных реакторов японских. Это безумно комплексный и сложный вопрос. Теперь, что делает с моей точки зрения Трамп? Я поражен тем, что СНН прет эту пургу, которую они прут. Я читаю день за днем, просто схожу с ума от этого. У нас, наконец, в Америке, после великих президентов прошлого и после Роналда Регана, впервые появился элемент непредсказуемости. Обаму и Бушу было легко просчитать. Их проверяли в начале их правления, Клинтона тоже. И дальше играли ими как по нотам. Трампа проверили, и стало понятно, что ничего не понятно. Вот вся страна говорит бу-бу-бу, а он делает что-то совершенно другое. Вот его уже генералы решили, а он берет твитом и полностью это перечеркивает. Значит, он в каком-то смысле сумасшедший. С ним дело иметь нельзя. Он может пойти на все, что угодно. Делается это не для Северной Кореи. Они марионетки, ими играют. Северная Корея – это просто маленькая разменная карта Китая. Китай ее, так сказать, окучивает, чтобы подороже можно было продать. Чтобы все время, так сказать, вот я их буду сдерживать, а ты мне сделай за это. Что делает Трамп два месяца тому назад, господа? Не вчера, не три дня назад, не сегодня. Два месяца тому назад. Он говорит президенту Китая. Он говорит ему, я четко связываю вашу помощь нам на международном арене с наложением новых тарифов на китайские товары при продаже в Америке. Как вы думаете, что важнее для Китая? Самый большой их рынок, на котором вот сегодня он закроется для них, и все, рухнет нахрен Китай. Или это вонючая Корея. Вот сейчас идут, чтобы вы знали, сейчас прямо идут прямые переговоры, так называемые закулисные. С Северной Кореей очень высокопоставленные чиновники из Белого дома говорят с самыми главными людьми в Северной Корее. И одновременно ведутся переговоры нашей группы американской с китайцами. Значит, Россию исключили из этого дела, хотя Россия пыталась туда влезть. Как она всюду пытается влезать, там, в Венесуэлу, там, куда угодно. Да, лишь бы с ней вели переговоры. Не ведут с ними переговоры, потому что говорят, пошли вы со своими, там, деталями запасными. Так вот, правильно делает Трамп, поразительно правильно делает Трамп. Меня не просчитаешь, я скажу, будем бить, в черт с ним пусть погибают 100 миллионов человек, я такой сумасшедший. Вот это вот правильная политика. И тут китайцы начинают задумываться, нам из-за этого козла вонючего Трампа, нам что, терять лучший рынок, который мы имеем, из которого мы жируем? Да не будут они этого делать. Вот так, Александр. Так и есть, действительно, тут неоднократно уже говорилось, там, различными аналитиками, что ключ к решению северокорейской проблемы лежит в Китае, потому что Китай, в принципе, является практически единственным реальным торговым партнером Северной Кореи. И, между прочим, после одного из раундов переговоров между лидерами США и Китая, Китай просто-напросто взял и развернул северокорейское судно с углем. Таким образом, это было от него первое предупреждение Пхеньяну о том, что будет бить деньгами. Но вот сейчас мы видим, что по какой-то причине не удалось КНВР удержать. Почему? И вот тут как раз-таки возникает фактор России. Немецкий инженер очень хорошо рассказал в этой статье то, что на самом деле уже давно известно из-за корейской розетки, что почему нельзя считать, что КНВР самостоятельно изобрело вот эти вот ракеты. Просто потому, что их, чтобы изобрести и запустить вот эти новые ракеты, которые принципиально отличаются от старых, это нужно было их с нуля разрабатывать, потом строить, потом испытывать. И этого всего не было видно. Северная Корея как на ладони под наблюдением все время. А ни одного испытания до этого не было. И тут взяли и вдруг полетели эти новые ракеты. Ну да понятно же, что детали поставили. И поставила их, естественно, Россия. И вот этот инженер-ракетостроитель, который всю жизнь строил ракеты, он говорит, что однозначно это делала Россия. И вот обратите внимание, кстати, что почему-то в прессе, ни в американской, ни русскоязычной, больше нигде эта информация не прошла. И мы видим, что не хотят международного скандала. Потому что вот даже когда южнокорейская разведка в феврале прошлого года объявила о том, что Россия помогает КМВР напрямую развивать ядерно-ракетную программу, то Рогозин быстро назвал заявление в южнокорейской разведке армянским радио. А южнокорейская разведка сказала, не-не, мы этого не говорим. То есть никто не хочет сейчас лишнего напряжения. И в то же время вот сейчас, если шить этот пресс, сообщает о том, что действительно Соединенные Штаты ведут параллельные дипломатические переговоры с Северной Кореей. Почему? Что это значит? Ну это означает, что на самом деле риторика риторикой, а решать-то все равно будут, наверное, дипломаты. Что это значит, на мой взгляд? Северная Корея не представляет реальную угрозу, безусловно. Потому что режим не является камикадзе. Там сидят не идиоты. Сволочи, но не идиоты. Они понимают, сколько дней они проживут вообще физически, если они начнут воевать с Америкой. Поэтому все это Северная Корея, мне кажется, делает для того, чтобы продолжать легитимировать свой режим в очень серьезно ухудшающихся для этого режима условиях. Дело в том, что ведь уже лет 10 как? Северокорейцы живут в режиме шизофрении, когда, с одной стороны, идеология Чучхе, с другой стороны, у них там огромный черный рынок, всякие бизнесы развиваются, постоянно они гоняют в Китай, оттуда завозится вообще огромное количество всяких там технических новинок. То есть там люди расхаживают по Пхеньяну с мобильными телефонами совершенно спокойно. И вот, видя это, режим Кима просто-напросто приходит в ужас, скажет, например, еще сильнее и сильнее. Потому что понимают, что скоро произойдет схлопывание. То есть нужно продавать своему подведомственному народу нечто, что оправдает существование этого режима. И вот сейчас они продают угрозу Соединенных Штатов, и они продают свои вот эти вот якобы ими разработанные ракетные технологии. Вот и все. Ну а сама Северная Корея является, конечно, как правильно вы сказали, просто инструментом в руках Китая. То есть это дубинка такая, которая размахивает Китай. Но я уверен, что ничего не получится, потому что Китай есть что терять, если Соединенные Штаты поднимут те же тарифы. Уж коль скоро вы упомянули Китай. Скажите, ну с учетом того, что Китай наращивает свои вооружения, причем колоссальные вооружения, на море они абсолютно сравнялись с Соединенными Штатами Америки по количеству кораблей, подводных лодок и так далее. Три с половиной миллиона человек стоит под ружьем. Как вы думаете, в будущем Китай может представлять угрозу миру или там отдельным частям? А, что такое мир? Вы имеете в виду земному шарфу? Ну да. А, значит, то, что он явно будет представлять угрозу ближайшим странам, это сто процентов, потому что они хотят расширяться, у них огромное население, у них не хватает территории. И вообще Китай, я не знаю, там за сколько там четыре с половиной тысячи лет существует, за всю эту историю мы не знаем ни одного случая, когда Китай вышел бы за свои границы, то, что он не считает своим, стал бы это завоевывать. Теребя его завоевывали. Что не означает, что они не поменяют свою тактику, но, по крайней мере, история показывает, что они в то, что они не считают своим исконным, не лезут. То, что они приверут к рукам все, что они считают исконным и рядом лежащим, я абсолютно уверен, и никто их не остановит, и мы не полезем с ними ни в какую драку, потому что у них есть зона влияния, и они там распоряжают свои мускулы. Но вы знаете, представляет ли Китай угрозу для безопасности Америки? Нет, не представляет. Значит, с моей точки зрения, на сегодняшний день все завтра может поменяться. Самая большая угроза для мира, а именно самая большая гнойная опухоль на теле Земли, это Россия на сегодняшний день. Называйте это режим Путина как угодно. И вот я хотел на секунду к этому вернуться, потому что это самая сегодня болезненная тема. В любой точке они, в Венестролу, они 6 миллиардов долларов посылают, чтобы устроить коммунистический рай. Туда они посылают части ракет, сюда они посылают вооружение, делают вид, что забрали газ из Сирии, не забирают, врут, обманывают, пытаются вмешиваться в наши выборы, пытаются подкупать и шантажировать европейских лидеров. То есть делают какие-то страшные вещи. Но проблема заключается в том, что нельзя идти на переговоры с кнутом без пряника. Это первое. Это слишком большая страна, и слишком сильная, чтобы относиться к ней, как к Уганде, которая с копьями что-то такое делает. Я не к тому, что давайте ложиться под них, а к тому, что все время в русскоязычном интернете я слышу там никаких переговоров, там давай вперед. Ни в коем случае. Только переговоры, сдерживание режима, медленное, постоянное давление. И дело, как совершенно справедливо сказал Александр, не в Путине, хотя он как бы выразитель чего-то такого. Дело в системе, которая производит Путина. Если Путина завтра, там будет дворцовый переворот, там его уберут, ну уберут Путина, вместо Васи Путина будет Петя Крутин, да, а все же друганы из ФСБ, ну так экзамы станут на их места, они уйдут, так сказать, и уедут там на Гавайи или на Кипр куда-то отдыхать. Ничего не поменяется. Если наша задача что-то поменять в России, то оптимальный вариант это медленным давлением, ограничением, даванием своих, так сказать, пряников, то есть все время игра с ними такая, чтобы они не почувствовали, что все, конец, вот завтра их жизнь, тогда они нажмут на какую-нибудь дурацкую кнопку, понимаете, не знаю на какую, но на какую-нибудь нажмут, они начнут делать какие-то отчаянные, сумасшедшие поступки, потому что завтра все равно погибнут. Делать этого нельзя, а стремиться, задача геополитическая всего мира должна быть это дать России развалиться на удельные княжества, называйте их как угодно, значит, у которых не будет собственных ни атомных, так сказать, ресурсов, а, так сказать, на время, пока они там не устаканились, передать управление всеми газами и нефтью норвежцам, которые уже доказали, что они прекрасно это делают и, так сказать, хорошую прибыль приносят, а кроме того, все, что, так сказать, остается этой прибыли, передают и разделяют перед теми, кому действительно это надо. Вот это должна быть геополитическая задача мирового содружества, с моей точки зрения. Вот, точка. Да, да, абсолютно согласен. Как раз я постоянно, когда начинаются опять страсти по Северной Корее, хочу всегда напоминать, кто является реальным главным врагом и Соединенных Штатов, и евроатлантической цивилизации в целом, это, естественно, Россия, если судить по ее стратегическим задачам. Так, пхеньян, это просто мелкая геополитическая муха. Но тут я хочу заметить, что вот недавно вышла статья, начну, интерес, о том, что, вот как аналитик делает вывод, что США, в принципе, могут вести и выиграть сразу две войны против России и Китая. У Соединенных Штатов, безусловно, гораздо более мощные силы, чем и у Китая, и тем более у России. Россия на самом деле является очень слабой. Александр. Алло, алло. Да, теперь пропал Александр. Теперь пропал Александр, к сожалению. Да, просто продолжит то, что он говорит, потому что совершенно с ним согласен. У России относительно слабая армия, но, тем не менее, никто не хочет начало третьей, там, или четвертой, считай, холодной, мировой войны, потому что четвертая мировая война, даже без атомного оружия. Значит, считайте, сколько жизни унесла первая, сколько жизни унесла вторая, и в прогрессии, давайте посмотрим, сколько жизней унесет третья. Если, а если начнут применяться вообще всякие нехорошие, так сказать, вещи, типа атомной химии, там и тому подобное, то вообще может унести жизни всего земного шара. Мы этого не хотим, и это все можно сделать значительно более легким образом, при этом не сдаваясь Путину. И, знаете, вот почему-то в России многие считают, что вести переговоры означает какое-то унижение. Это не унижение. Ведут переговоры 6,5 тысяч лет. Люди все время, что, так сказать, наша история цивилизации записывается. Смотрите, в Библии написано, все время какие-то переговоры вели, кто-то кому-то приходил, кто-то говорил, ты мне не сделаешь, я тебе прошлю 10 казней египетских. И посылал. И тогда отпускали. А потом пытались, так сказать, поменять ситуацию. Тогда море расходилось, народ переходил через море. Все время надо вести переговоры, все время надо объяснять цели, все время надо объяснять последствия. И тогда оно будет работать. Александр, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. Огромное спасибо за ваше участие в программе. Я думаю, что мы встречаемся в нашем эфире не последний раз. Будет такая возможность с удовольствием еще. Я хочу добавить, Александр, и от меня тоже большое спасибо. Честно говоря, я очень обрадован нашей беседе. Я немножко боялся конфронтации, потому что мы начали с того, что нам не нравятся какие-то вещи не только вообще, но и кто мы такие, что нам не нравилось. Мы говорим об Америке и Трампе, но мы имеем право на что-то обижаться, не обижаться. Я очень рад, что у нас такая, как говорят, конструктивная получилась беседа. И действительно надеюсь, что будем встречаться и на поле фейсбуков, и всего остального. Обязательно спасибо вам большое за возможность поучаствовать. Спасибо. Спасибо. Слушайте Народную волну 24 часа в сутки. 7 дней в неделю в интернете. RadioNVC.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова